МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ближайшее время планируют собирать свой коллектив небольшими группами и подготовить несколько номеров, посвященных 75-летию Великой Победы. Доброе утро всем. Доброе утро, Людмила Ивановна. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Сейчас мы переживаем не самые легкие времена, но вы, люди, как говорится, старой закалки, не можете сидеть без работы, не можете сидеть без дела. Я знаю, что вы также активно работаете, но пока дистанционно. Я знаю, что вы поёте друг другу, участники вашего коллектива, прямо по телефону. Расскажите, как проводится вот эта работа по телефону. Интересно. Вы знаете, это очень трудно. Мы прежде всего, я стараюсь, чтобы они запоминали слова. Есть такие у нас трудные песни, в которых очень трудные слова. Мы поём песни и наших композиторов, и современных композиторов, и классиков. Поэтому в связи с возрастом не всё сразу запоминается. Прежде всего, я требую, чтобы они слова. Ну и, конечно, мелодия. Тот, кто забыл, начинает петь, перезванивает друг друга. Всё. В этой работе мне очень много помогает наш концертмейстер Виктор Мартынов. Он вообще молодец. Он часто ищет произведения тоже, очень заинтересованный. Вообще прекрасный музыкант. Мне с ним очень легко работать. Спасибо ему за его работу. Я слышала, что вы хотите в ближайшее время собирать ваш коллектив небольшими такими группами, по несколько человек. Да, как бы ни было тяжело. Но я думаю, что у нас люди такие, если заболели, то они не придут. И потом они сами, боясь вот этой ужасной болезни, они сами без конца проверяют, что у них и как. Они могут и не прийти. У нас небольшие группы, потому что у нас много голосов, многоголосный у нас хор. И поэтому где-то 5-6 человек, не больше в каждой группе. И вполне можно 5-6 человек рассадить на расстояние и попеть. Вы коллектив, который уделяет громадное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Вот об этой работе скажите несколько слов. Эта тематика для нас очень близка. И, конечно, когда мы говорим об этом, у многих слезы просто. Вспоминать свое детство, вспоминать школьные годы – это трудно. Поэтому первая очередная задача наша, мы считаем, это патриотическое воспитание. И мы очень много этому уделяем времени. И стараемся, чтобы это было на большом уровне. Потому что когда поешь детям или взрослым, и когда это делается с душой, люди понимают. И сопереживают вместе с нами. Надо донести. Тем более сейчас очень непростое у нас время. Все это прекрасно знают. Тем более это патриотическое воспитание должно быть на первом месте сейчас. Ну что же, мне остается пожелать вам успехов в вашем труде, в вашей нелегкой работе. И дай Бог, чтобы ваш хор еще долго-долго-долго жил и радовал нас. Ну спасибо. Люди, конечно, еще приходят. Но чем дальше уходят годы, тем, конечно, хочется работать. Но сколько будет. Сколько песен мы уже спели нашим любимым. И всем еще споем. И очень хочу попросить всех своих. Ну что сделаешь, раз такая пандемия. Пусть себя берегут. Чтобы мы в дальнейшем обязательно встретились. И еще не один раз дали концерты. И поехали бы на конкурсы. Спасибо вам. Спасибо нашей гостиной. Сегодня в 12 часов по московскому времени президент России Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию. Прямую трансляцию можете посмотреть на канале «Россия-1». А сейчас наш корреспондент Ахмат Халкечев находится в Ставрополе, где находится колл-центр СКФО. Также сообщаем, что сегодня выход в эфир региональных программ ГТРК «Карачева-Черкесия» не предусмотрен. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Скидки до 80%? Да. Распродажа в 585 золотой. Украшения со скидкой до 80%. Надо брать 585 золотой. Дарите эмоции. Биберленд. Миру сыр. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж – больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Безопасное лечение катаракты в клинике 3Z. Пройдите диагностику и сделайте операцию всего за один визит. До конца зимы диагностика перед операцией бесплатна. В клинике действуют строгие меры профилактики коронавируса. Запись по телефону 8 800 333 41 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова